Дорогие друзья, пришло время отправляться в путь. Мы находимся на Красной площади, на пункте приема. Время помогать людям. Дадим слово всем людям, которые участвовали в этом сборе. Сегодня мы собрались отправить груз для наших ребят, которые собирали в течение месяца. Сборы были такие длительные, потому что сумма груза более полутора миллионов. Сейчас это все загружено в эту машину. Благодаря Владимиру Владимировичу Пономареву, который предоставил ребятам. Юра, Володя, Евгений вызвались доставить для наших ребят это на передовую. И наши любимые волонтеры пришли проводить всех и передать привет ребятам. Мы хотим поблагодарить всех наших девочек-волонтеров, наших плетельщиц, кто плел сеточки, всех, кто шил одеяло, всех, кто изготавливал термобелье и балаклавы. Огромное всем спасибо девочкам и мальчикам, кто присутствовал на погрузке. Это был самый сложный вечер в нашем сборе. Также мы приобрели тепловизор, который был приобретен благодаря вам, дорогие люди. Огромное спасибо за то, что вы помогаете финансово, за то, что вы помогаете развиваться нашей группе. Вместе мы сила и победа будет за нами. А про пирожки? А за пирожки отдельное спасибо. Горячие еще. Свежие, жару, с пылу, прям на фронт. Время помогает людям. С нами едет и вот такой огроменнейший просто квадрокоптер. Это типа агродрона. А везет он здесь сигареты. Дорогие ребята, мы, во-первых, вас поздравляем с наступающим праздником 23 февраля. От души, от сердца всех вас. Мы очень часто вас вспоминаем, смотрим все видео, все картинки, все открытки, все, что вы присылаете, мы все это рассматриваем, обсуждаем и проникаемся. Мы очень-очень хотим, чтобы вы все пришли здоровые, целые, невредимые. И очень надеемся, хотим, чтобы вы были вот такими же, как мы видим вас, дерзкими, сильными, смелыми, мужественными. И ждем всех вас домой с победой. Ждем и любим. Ура! Сегодня я передаю денежные средства. Это Георгий, инструктор по горным лыжам с Архиза. Узнал, что мы занимаемся, вот переслал денежку Георгий, я отчитался, вот денежку передал. А Георгий, еще и от меня огромное спасибо за то, что я теперь отлично катаю на лыжах. Конечно, не супер, есть куда расти, как говорится, но от души. Надо приехать Георгий тогда. Обязательно, спасибо. Друзья, мы в пути, катим потихонечку. Нам показывают 640 километров, 9 часов 7 минут в пути. Приедем в 6.25 утра на первую точку. Самая главная наша задача, успеть проехать по 7, которые у нас запланированы в световое время. 1 дизель, 6211, заезжаем на первую заправочку. Позади около 300 плюс километров. Нам еще 390 ехать до первой точки. Обывается Владимир. Основной у нас водитель Евгений находится с той стороны. И вот такая вот газель у нас дизельная. Сейчас ее будем заправлять. Ну, довольно-таки неплохая машинка, конечно, если сравнивать с той, на которой мы ехали. Крюшочка, она я чуть помедленнее. Ну, комфорта на переднем сиденье чисто здесь побольше. Погода нам соблаговолит. Единственный косяк вначале это то, что мы хотели поехать через Крымский мост, а у нас это не удалось. Не удалось по той причине, что, ну, не пускают, конечно, газельки. Мы подъезжаем уже к Ростову. Здесь у нас не получается опять уехать подъездной. Придется через немножечко Ростов с вами ехать. И посмотрите, какая дорога у нас. Туманчик. Вообще, до первой точки нам осталось 2 часа 55 минут. 189 километров. Туманом я всегда рад, в принципе, дает, чтобы нас сопровождали всю дорогу. Ростовчанам и подписчикам, привет. Ростов довольно-таки легко проехали. 48 километров нам остается. Тут Аконрога. Ну, и, в принципе, еще там немножечко мы доберемся уже до границы с новыми регионами. Надо брать где-то силу и энергию, друзья. 5 часов 40 минут мы добираемся до пункта пропуска. Там очередей не видно. Здесь вообще появляется освещение на трассе. То есть перерабатывается полностью. То есть указы президента исполняются. Нам остается до Мариуполя еще где-то около полтинечка. И час по времени двигаться. 5.40 утра. Газелька ехает. Это хорошо. Владимир впервые на новой территории будет сейчас заезжать. Здесь работают днем и ночью очень много. Мне говорили, что ЖД какое-то тут делают. Но нет, ребята, это второе. Еще трасса, две полосы в ту сторону и в обратном бое. Мы на новых территориях. Мариуполь 40. Знаете, что самое интересное? Мне здесь появился 4G на МТС. Интернет, но он в роуминге. Как это будет работать, посмотрим дальше. Но главное, что интернет есть. Вот такие вот дороги, бордюрчики, тротуарчики, светофорная сигнализация. Трасса, она новая, через новые регионы на Крым будет просто восхитительная. Населенный пункт был Ново-Азовск. Часов 40 минут. Мариуполь светится ярко, красиво. Идеально ровные дороги. Подстегом, конечно, по-другому. Все выглядело в прошлый раз, когда заезжали. Сейчас просто супер проспект. Гранд стоит. И конструкция домов идет во все. Русские предприятия полностью мутро светятся. Освещены. Белой стороне являются старые фонари. И уже установлены новые. Вот там вот. Ищем. Просто по фону по фону еще и стал. Фонтеры из Анапы, ребята, поехали. Тоже красавцы. Это Мариуполь. Вот ночные заведения. Не работающие, правда. Здесь нас должна была ждать машинка. Но что-то мы ее не видим. Этот раз у нас все интересно. Машинка, которая должна была у нас встречать, где-то сломалась. И должна подъехать. Вторая точка тоже у нас находится недалеко от того места. Приехали уже сюда и едут. Но ехать там 45 минут. Что-то пока как-то не складывается. До начала так раздайте немножко скомканное. Ну и у нас через Крымский мост мы не смогли заехать. Заезжали через Ростов. То есть покатались немножко плюсом. Будем надеяться, что все сложится все-таки хорошо. Друзья, наконец-то все мы собрались. Первая большущая просто отгрузка. Она как бы вроде бы как самая легкая. Но пришлось немножко, ребят, подождать. Противотанковая рота от души благодарит фонд «Время помогать людям» за оказанную поддержку. Спасибо за все. Личный состав благодарит от души, ребят. Победа будет за нами. Подписчикам канала огромное спасибо. Гуманитарка именно сюда пришла. Ну, таки большущая. Дольше всего мы как раз-таки за чего и задержали. Ждали вот эти самые колеса. Но теперь у ребят будет замена на их технике, чтобы можно было больше перевозить грузов. Мама Люба нам передает, помогает своими вкусными пирогами. Они очень-очень вкусные. Спасибо большое от души. От этого мальчика. Дорогие друзья, к нам на пункт пришел Вова поздравить наших бойцов. И что нам Вова принес? Маме, дамы, 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 дамы. Вова 8 лет из Анапы мальчик. Все время приходит, чтобы мама покупала что-нибудь интересное для вас. Вот он от души поздравляет вас с 23 февраля Днем Защитника Отечества. И его пожелание, чтобы вы быстрее возвращались живы и здоровы с победой. Так же, смотри, у нас есть письма от детей. Это тоже раздашь. Собо бойцам, да, передам. И поздравить, да, то есть наступающим 23 февраля. Слов просили передать. Так же, десунники. Для мальчика Вовы хочу сказать, мальчишке большое сердце и, очевидно, большое будущее. Вова, спасибо большое. Если бы у нас все люди были такими неравнодушными, мы бы уже давно всех победили. Я больше чем в этом. Спасибо, Вова. Победа будет за нами от души. У нас следующая отгрузочка. Здесь у нас идет на старшину. Идет самое дорогое от камера и тепловизор. Здравствуйте, дорогие подписчики Юрия Азаровского. Коллективу время помогать людям. Хотелось бы выразить огромную благодарность, кто остается неравнодушным, которые помогают нам. Отдельную благодарность хотелось бы выразить Нине Николаевне, Ермак, Алине. Организация «Время помогать людям», которые помогли нам это все сделать. Ребят, победа за нами, и она ближется. Дай Бог. Спасибо всем. Главное возвращайтесь домой. И с наступающим праздником 23 февраля. Спасибо. От всех наших девочек я вас поздравляю. Евгений решил сменить машину. Ну, как ты себя там чувствуешь в военном КАМАЗе? Это обычный военный автомобиль. Прямо это воевая машина. Вообще супер машина. Но такой машиной мы всего победим. С таким транспортом нашим. То есть она полностью бронь, двойные стекла на трех человек. И сзади еще есть местечко. Есть люк сверху. И даже вентилятор, кондиционер наш отечественный. Вот такие вот транспортные средства. Смотрите, как чисто у ребят. Слушай, вот это круто. Такая грязюка. Весна. Коробочки мы все загрузили. И отправляем ребят уже в путь дорогу. Продолжают в Мариуполе разбирать дома. Это, по-моему, депо, если не ошибаюсь, на въезде в город. С левой стороны частный сектор. Он тоже еще пока особо не тронут. Ну и, как говорится, самое главное, что происходит в самом городе. Хотя, вот смотрите, коммунальные службы уже работают. Приводят и остановочки в порядок. Кстати, уже новые. Все дома частного сектора. Потому что боишься здесь за каждый дом. Погода, такой туманчик стоит. Прямо красота. Да, сейчас это право. Не проедет, Евгений. Нас только что остановил ДПС. Вид у Евгения немножко красные глаза. Так он ехал всю ночь. Какие могут быть к этому вопросы? Повернем. О, смотрите, уже даже новый частный дом тут заливают на место углового ранее разбитого. Новые светофоры установлены. Разметочка кругом. Строение, надеюсь, мы будем возвращаться. Я вам покажу. О, новые сотовые вышки ставят, ребятки. Поэтому у нас как бы местами даже интернет проводится. Тротуары уже сделаны. Круто. Хотя вот здесь рядом соседствует все это с разбитыми даже двухэтажными домами. Ух, ребята, как зловеще смотрится Азов сталь в тумане. Труба посередине такая, дырень в ней пробитая. Но дорогу уже сделали прям хорошую. Если в прошлый раз ездили, тут еще моменты от прилетов были. То сейчас вполне себе как по настоящей трассе можно ехать. Хотя вот такие вот машины разбитые, рядом разрушенные строения через туман пробивающие. Конечно, вызывают ужас. Сквозь туман солнца, на Азов сталью пробиваются кадры. Думаю, прям очень крутые полчаса. И здесь мы поворачиваем на мост. Слушайте, уже готовые левые полосы. Как понимаешь, что тут последние швы заканчивают. И мост вообще полностью заработает. И он сразу с рельсами. Вот такая вот движуха идет, ребята. Невероятно быстро возведен новый мост. И здесь уже и благоустройство сделано. То есть и асфальт везде уложили. И тротуары сделали. Это меня здесь не было месяц. То есть за месяц здесь еще более колоссальные изменения. Ну и обратно закат и Азов стали. Сегодня как Silent Hill снимаем такой туманчик. И въезжаем в сам Мариуполь. В прошлый раз очень многим понравилось посмотреть, как выглядит город, как меняется. Тем более в очень хорошем качестве. Думаю, что и сегодня мы сделаем для вас подсъемочку. Видите, как пострадали здания. В этих местах тут еще не трогали. Потому что сейчас самое главное, это многоэтажные здания вернуть для возможности проживания людей. А такие места как бы уже потом, в дальнейшем. Транспортные артерии работают. То есть все дороги функционируют. Очень много техники строительной. Поверните направо на бульвар Шевченко. Здесь еще одна дорога, по которой могли бы ехать стримойными путями. Очень много зданий, которые невозможно было восстановить. Их просто восносили. Здесь, я так понимаю, как точка одной из бригад, которая работает над восстановлением города. Но также много зданий, которые уже отреставрировали. Дальше сейчас видео увидите. Обратите внимание, сколько транспортных средств, ребята. То есть насколько быстро город приходит без жизни. С левой стороны домики уже обновлены. Желтенькие такие, красивенькие. Здесь везде люди снуют. Цветофоры работают. Сотовые вышки появляются одна за другой. Просто нереально круто. Автобусы ходят. Все работает. Ну пожалуйста, возле магазинчиков люди стоят. Собираются на работу. То есть вот новые здания, дома построены. То есть везде есть изменения. И нереально быстро. Буквально за год все поменялось. Те, кто знают Мариуполь, дадут мне соврать. Вот видите, сделали фасады. И балкончики еще так выглядят по-старому. Конечно, туман не дает все прям четко разглядеть. Но все как есть. Вот он, пожалуйста. Едет трамвай. У нас в Ванапе даже троллейбусов нет. Не то, что трамвай. Здесь дом. Не знаю, восстановлено. Что делать? Большущий такой храм стоит прям в нем. Тут вдоль дорог обновляют люди фасады, домов. То, что угловые здания страдали больше всего. То, что были как опорные точки боевых действий. Посмотрите, какой храм. Красота. Ну, вообще нет никаких повреждений. То ли его восстановили. Вокруг частный сектор. А улица эта называется Кирова. Газиночки работают. Частный сектор выглядит вообще шикарно. То есть я вообще никаких повреждений, ничего не вижу. Дороги есть, тротуары есть. То есть, в принципе, жизнь идет не только где-то там в центре. Как многие пишут, там сделали пару домов. Но также и в более отдаленных районах. Я сегодня рад, что мы едем по каким-то таким вот отрайанным. Чтобы вам все это показать. Реклама автомойки. То есть бизнес идет. И вот улица уже как бы устал по не ехать. Какой же он все-таки большой, друзья мои. Я думал, все-таки будет поменьше. Ну, как и есть, все по факту. Мариуполь огромный. Большим приростом вот этого частного сектора. Обычно ездили по городу. Именно в том районе, где большие высотные здания. Вот такая вот прогулочка именно в частном секторе у меня, в принципе, впервые. Доехали до высотной застройки. Тут можно увидеть тоже дома, в принципе, целые. Ну, как сказать, от времени, наверное, уставшие только. Хотя вот тут я был не прав. Видите, чуть-чуть здание снизу посечено осколками. Значит, прилеты были сюда. Ну, а вот с левой стороны самая часть такая большая, живая. Застройки Мариуполя выглядят именно так. Хотя в этом районе я тоже бывал. Здесь асфальт меняли. Линии как раз-таки под трамваем. И сейчас трамваи ходят уже спокойно друг навстречу другу. Ну, мы едем по прямой. И широченные проспекты. И везде ведутся работы эти. То есть работает техника, люди, перекладываются коммуникации, убираются разрушенные места. Тут же строят новые стены, дома. Посмотрите, как красиво выглядит. Я, кстати, читал отзывы о том, что вот, снаружи сделали, а внутри типа там еще, говорится, конь не валялся. Так, ребята, в первую очередь важно отсечь именно внешний контур от внутреннего, а потом уже заниматься внутренним устройством. Когда фасад готов, то внутри уже можно делать все, что угодно. Говорится, это самое важное. Плюс восстановление коммуникации. Мы с вами только что наблюдали, чтобы в этих домах можно вложить. Что толку, да, если он восстановлен, на нем нет нет тепла и света. Хотя я вижу, что тут все застеклено, везде витят шторы. Значит, люди проживают там же белье. Слушай, что он мужчина, выглядывает из окошка. А что в домах этих вовсю же вот здесь видим, даже рыночек какой-то привоз работает. То есть рыбку, ух ты, причем какие-то рыбинки лежат. Хоть подъезжай и спрашивай, чем причем. Ну, пожалуйста, в таком формате это работает именно сейчас. Дай бог, конечно, чтобы не долетало сюда больше никогда и ничего. И никогда вообще люди больше не слышали звуков взрывов и разрывов. Вот так, вот это, да, вот это рынок. Прям нереально большой. Я думал, там пару-тройку столов. Ну, город большой, что говорит. И рынки здесь такие же огроменнейшие. То есть асфальт новый, лежачий, полицейский. Разметки, знаки, освещение, светодиодное. То есть есть абсолютно все, что надо. Газоны восстановлены, не зарастут травой, будут выглядеть совершенно по-другому. Еще, конечно, дел предстоит очень много. Но и делаются эти дела очень быстро. Потому что, когда я в прошлый раз проезжал, видели, заканчивают фасады. Здесь уже нигде лесов даже на зданиях. И видим, что здания все отштукатурены, ровненькие, красивенькие. И работают практически все госучреждения. Что тоже большой-большой плюс. Жалко, что интернет не везде ловит. Но что было бы очень интересно с названиями, улицами ездить. Показывать вам, как это и есть. По факту, как говорится, хорошо, что видим этаж. Вот тоже, пожалуйста, проспект. То есть посередине уже реализованы тротуары в обе стороны. Дорога тоже. Есть где-то бриямки, они уже залатаны. То есть Мариуполь огромный. И требует сюда и много сил для восстановления. Но эти силы вкладываются, и город приходит в себя. Как бы это больно не звучало для тех людей, которые не хотят восстановления города, ну, по факту, как говорится, так и есть. Одним тротуаром я, как житель поселка Витязева, могу просто завидовать. То же самое наоборот. Буквально вчера у нас был пост, что у нас станицы нет. А что здесь все делают, все делают для людей. И поэтому мы и людей с вами, и рынки видим, и все работает. Вот здесь был большой еще торговый центр. Его пока не восстанавливают, но там много домиков для рабочих стоит. Мы сейчас едем на одно из самых сложных направлений. Если слышали, такой населенный пункт, как Пологи, вот куда-то его район, там Вербовое и так далее, и тому подобное. Это будет самая сложная наша точка. Конкретное место я, как всегда, не скажу и не покажу. Поэтому, собственно, ехали по другой окраине, потому что у нас был заезд именно с этой стороны. По другой дороге выезжаем, собственно, из Мариуполя. Ну и дальше попадаем в туман, как я его люблю, друзья мои. Что означает приближение ближе и ближе к фронту. Вот они, зубья драконов стоят. Наши, так же вот они, противотанковые рвы. Обратите внимание, как сильно посечены деревья. Здесь прибавилось. Куда-ли ветки. Хотя дома, в принципе, поселка, придорожных, я бы не сказал, что сильно пострадавшие от обстрелов. То есть, выглядят вполне себе нормально. Даже при фронтовых поселках есть магазинчики идут. Жизнь, на работу ходят дети, взрослые. Посмотрите, сколько там машин стоит. Торговля очень, в аркебойка идет. В центрах поселка. Тоже очень-очень много людей. Такая церковь. Освещение новое. Просто выкашено лесополоса прилетами. Война войной. Поля, ребятки, все стоят под парами. Либо засеянная зимняя. С другой стороны можете это увидеть. Здесь тоже, как говорится, работает. Телефорцы-преприятия не должны стоять. Вот еще один из типичных населенных пунктов. Называется Новомлыновка. Остановочка, домики. Речушка в низине протекает. Тут очень интересно смотреть, когда проезжающие написано. Указатель бензин во двор. Ох, какая красотища, ребята. На рыбалочку бы. Ну, и плюс тут есть предприятие, я думаю. Серхоз. Какое-то однообразное. Дом культуры, посмотрите. Советы строили еще. Магазинчик. Что-то под закрытым. А вот это населенный пункт называется Каменька. Такая довольно-таки большая деревенька. Либо городок даже. Посмотрите. Какой он огромнейший просто. Чистенько, уютненько. И, ну, здесь есть магазины. Работают тоже. Ну, и тоже все целое. Вроде бы никаких повреждений мы с вами не видим. Огородики подготовлены уже к посадочке везде. Как это приятно смотреть. Ну, и здесь частный сектор. Ну, там один из магазинов тоже работает. Партнер называется. Там МЧС работали. Такое ощущение, как будто был только что прилет. Печалька, конечно. Здесь у нас тоже что-то вроде рыночка. Вот сейчас суета народа. Много-много людей. Как бы это все, что я могу показать. На самом деле здесь на многое можно было посмотреть. Кофейни работают. Также дома. Разнообразные. Здесь, может, ближе к фронту, конечно. Сновочка здесь гораздо более такая накаленная. Туман расходится. Небо становится очень чистым. И становится как-то немножечко не по себе. Потому что у нас до полок остается уже 20 километров. Ну, а до линии соприкосновения около 30-ки. То есть сюда все прилетает, долетает. Такие дела, ребятки. Напряжение нарастает. Будем надеяться, что все все-таки будет хорошо. Ну, вот все километражи преодолены. Все блокпостные пройдены. И мы езжаем в пологи. Пологи очень часто находятся под обстрелом. И мы были как-то раз здесь ночью. Терпелись как раз-таки прилетов. И это было, наверное, одна из самых таких страшных поездок. Мы тогда вообще ехали по Доглядак. Потом мы бежали через пологи. Ехали через Токмак. Ну, короче, дорога-то была очень веселенькая. И очень длительная поездка. Сейчас вот нам здесь надо найти ребят, чтобы им передать непосредственно посылки. Блокпосты, конечно, здесь по этой трассе очень жесткие. Наверное, жестче, чем все, которые мы встречали ранее до этого. Вот такая вот окраина на въезде. Здесь видно, что и домашние птицы есть. Сюда дачи все поля обрабатывают. И еще очень-очень много маленьких частных таких домовладений. Ну, и дорога здесь грустная и печальная. Правильно, кстати, изучить не пологи, а пологии. Ну, мне как-то привычнее назвать пологи. Поэтому не обижайтесь, если вдруг вам режет ухо мое произношение. Постепенно добираемся уже до такой более основной части поселка. Но все равно еще, как видите, тут заброшенное строение, разрушенное есть. Но это не войной, а именно просто временем бросали люди. Уезжали в города, чтобы жить, как говорится, легче и проще. Дорога, ребята, здесь стала, наверное, чуть-чуть хуже еще, чем была. Нам по такой до самого города еще ехать и ехать. Хотя вот, видите, кто-то живет. Прям и люди, как говорится, где родился, там и природился, остаются навсегда. Переживаю, чтобы вообще как-нибудь доехать. Сейчас дорога кончится и все. Ну, мы верим в Евгения, что он справится. Жесть. Ну, бабушка смотрит за тем, как тут машины фоксируют эту лужу грязную. Пологские районы, ну, допустим, предыдущий населенный пункт был Воскресенка. Они называются по-разному, но находятся все, как бы, рядышком. Поэтому я называю все это Пологи, чтобы ни вас не путать, ни себя. С кактами здесь проблемы, с указателем населенных пунктов тоже, как понимаю, чтобы вводить в заблуждение тех людей, которые здесь не бывают и не ориентируются. Ну, какой частный красивый тоже. Где теплички, в общем, живут себе. Ну, это уже на Букре, это другая деревня такая, она находится за речкой. На въезде в Пологе есть промзона. То, чтобы вы видели, насколько здесь часто бывают прилеты. Когда мы были в прошлые разы здесь, она была более целая. Сейчас вообще от нее одни острые остались. Реально, даже здесь были небольшие прилеты. Сейчас, если мы просто, походу, был более сильный удар. Пообрывал полностью все фасады. Тима, в общем, жуткая. Нью-Холланд, Агриттикульту. Ух ты, здесь тоже все разнесло. В общем, постепенно, потихоньку атаки происходят. Но посмотрите, во что превратилась остановка. Как она посещена осколками. Я просто аж скупожил. Рядом живые дома. Перевернутые сгоревшие машины. Чтобы вы понимали, какой он большой город. Смотрите, там многоэтажное строительство. Полностью так вот вдалеке на горизонте. То есть это очень большой населенный пункт. Интересно, что теперь и здесь работает интернет. То есть нормально. А вот он сам уже начинается поселок. Ну, тоже с частного сектора. Здесь и газ вам, и нет дорог. Бит-то они, конечно, хвойной. Потому что они были получше 100%. Ну, и можно увидеть, что жизнь, в принципе, здесь продолжается. Во всех этих домах я вижу, что люди проживают. Потому что и чистенько, и упорненько. Кое-кдео. Бат, с тут брошенный участок. В основном все. То есть ухоженно и красиво. Люди молодцы, сидят за своими дворами. Приближаемся к ЖД Москву. Я думаю, те, кто бывали здесь, возможно, эти места узнают, как выглядит. Так, это деревенский колорит. Возле магазина смарт-люди сидят. Остановочки. То есть город под обстрелом, а люди живут, работают. Как говорится, жизнь не остановилась. Все работает, все живет. И даже вот в пологах. И жизнь имеется. Вот, ребятки, слышим выходы. Главное, что они прилеты. Здесь все нормально. Здесь все 7 километров. То есть 7 километров до места боестолкновения. Мы в пологах оставляем в расположении у ребят их коробочки. Но выходы, кстати... Это тоже должно загружаться. Я надеюсь, вы слышали, как это громко звучит. Кстати, 7 километров и все. То есть сюда летит все что угодно. Это вот в центрах пологов. Тут есть тоже домики побитые. Так, дальше кругля. Пострельно от жилых домов. То есть с окнами. С нормальными. Такое ощущение, как будто окна тут поменяли вообще. Пластиковые. Да? Все под замену было? Потому что фасады посечены. Можете увидеть одно из зданий, которое обгорело. Все окна полыбит. Ну, получается, был прилет где-то рядышком. Вот такая жесть. Поэтому я там спросил. Да, там стеклопакеты поменяли. Это недавно что-ли был прилет? Да, на обстоянии. А, то есть по нему специально по госпитали стреляют. Жесть. Жесть идет. Люди ждут автобусов. Двигаются, работают. В общем, все как везде. Война войной. Жизнь продолжается. Вот так вот, ребята, выглядят танки. Ребята к этому танку. Помимо того, что мы привезли в умунитаку, просят также и вашей помощи. Сейчас все более подробно расскажут. Требует, как говорится, улучшения своих технических характеристик. Ребятам идти на нем в наступление в ближайшее время. Поэтому помощь жизненно необходима ваша. Спасибо команде. Время помогать людям за доставленный груз. И надеемся на дальнейшую вашу помощь. Вот так вот выглядит, ребята. Танк уже переоборудованный. Но это еще немножечко не тот металл. Вот, ребята, из того, что нашли, влепили. Антидронная сетка реализована. И защищены бока. Ну, а также маскировочная сетка. Чтобы танк был незаметный. То есть выглядит он в формате. Вот так сейчас поедем к другому танку. Покажем вам, как они выглядят уже с тем металлом, который просят ребята для помощи. Ну, вот видите. Из того, что было, ребята как могли, так усиливали и укрепляли. Прямо здесь сейчас тоже идет обварка танка. Тут он без маскировочной сетки. Но с обваренными уже весами и сеткой от дронов сверху. Но это танк БВМ-80 идет тоже новейший танк. Он здесь также общит металлом. Сверху антидроновая сеточка. Вот как выглядит металл, который ребятам нужен. Сейчас более подробно о нем расскажете. Посмотрите, как здесь танк маскирован. Вот нам нужен вот такой металл, для чего я вам сейчас расскажу. До этого я вам показал танк без металла, без обварки. Нам нужен он обварить танки, потому что этот металл спасает жизни, спасает танк от кумулятивного снаряда. До этого у нас были связи с волонтерами. Они вот привозили нам металл, но что-то пошло уже не так. Мы не на связи с ними, металла нет. Убедительная просьба, если у вас есть возможность помочь таким металлом. Именно вот таким, потому что очень сильный металл, очень сильно помогает. Уже проверено. Если кто-то может подсказать, где конкретно используются данные изделия, буду благодарен, потому что я нигде их не встречал. Металл сильный, ребята говорят, выдерживают кумулятивный снаряд. И это именно и спасает жизни. Потому что сейчас вы все знаете, что прилетает очень много ФПВ-дронов, которые, камикадзе, долетают до танков и уничтожают их. Но благодаря такой вот защите, он самое важное, что спасет жизни наших дорогих солдат. То есть он приходит вот такими вот широкими листами. Ребята его здесь на месте уже разрезают сами и обваривают свои боевые машины. Мы сокращали сегодня расстояние около трех километров. Возле одного из мест снимались с ребятами танки, которые были вот с этим металлом, собственно, которые и требуются солдатам. Для меня немножко странно, конечно, в нашей стране собирать на металл, чтобы защитить танки. Но если есть возможность, ребят, помогайте финансами. Номер-карточки фонда вы видите на экране. Буду вам за это признателен и благодарен. Как говорится, всем миром поможем нашим дорогим танкистам. До сих пор продолжается наша поездка. У нас с вами еще одна выгрузка, крайняя. Она уже будет более такая лайтовая. Что может быть лайтового в тех местах, куда прилетает постоянно. И хотелось бы еще, может, прокатиться через Мариуполь. Может быть, вечернего зацепим. Может быть, получится заехать еще по днем. В общем, мы двигаемся. Двигаемся по дороге, которая еще не ездила. И да, прибудет с нами ваша поддержка и сила. Но самое главное, Евгения, рука, пускай крепко держится за руль. Самое важное, вообще, делаю туда с Владимир. Сидит тихо сзади. Красавчик. Да, вот самое главное. Ну все, двигаемся, ребятки, дальше. Мы вылезли на трассу. Район сухопутного маршрута в Крым. Вернулись, так говорится, с опасных территорий. Хотя здесь довольно-таки небезопасно. У нас шикарная погода, светит солнышко великолепно. Бензинчик предлагает здесь 92 по 53. Дизельное топливо по 66. Газ стоит 32 рубля. 95, 59 рубля. Вот такие вот цены на бензинчик. Мы заправляемся и двигаемся дальше, конкретно к крайней точке. Я бы не сказал, что мы едем по новым территориям. Тут настолько стало многолюдно на трассе, что прям не развернуться. Представляете, что летом будет, когда здесь поедет еще больше машин. Фур тут вообще прям много. Ну и дорога прям ровненькая, классненькая. Как стекло едь и кайфует. Друзья, у нас крайняя точка доставки. Мы уже разгрузились. И давайте послушаем командир этого подразделения. Волонтерам время помогать людям. Огромное спасибо отличного состава Росгвардии за предоставленную гуманитарную помощь. Победа будет за нами. Спасибо. Эх, ребятки, выполнили мы крайнюю нашу точку. Евгений нас сюда довез. Владимир здесь молодец. Следил, чтобы все мы передали, отдали. И теперь отправляемся в обратную сторону. Очень хочу успеть в Мариуполь, чтобы посмотреть все-таки, какие изменения здесь еще за месяц есть. И без снега. В прошлый раз мы были все-таки по зиме. А сейчас увидим уже город в другой красе. Мы посмотрели с вами ту часть его, где частный сектор. А сейчас поедем через самый центр. Приглашаю вас. Ребят, только что выезжали. Тут люди уже картошку сажают. А у вас когда, как говорится. И посмотрите, какие зеленые поля. Вот она. Посмотрите, какие тут пробочки на выезд. Самое интересное, на въезд таких пробок не было. Я не стал выходить, грязь месить. И давайте сделаем дневной обзор на сам Мариуполь. Посмотрим, как он выглядит. Сейчас я здесь последний раз снимал месяц назад. Что творит Россия в Мариуполе. И бесит это очень многих людей, которые смотрят мои видеосюжеты. Здесь большой блокпост. Но именно благодаря этому в городе тишина и спокойствие, дорогие друзья. Никто туда прорваться не может. Мы въезжаем и с левой стороны видим это знак Мариуполь. И напротив него много профильный медицинский центр России даже находится. Вот так это называется. А дальше слева и с правой стороны идут уже новостройки. Посмотрите, какие дома. Они все проданы в ипотеку. Как говорят, что не просто раздавали квартиры, а под небольшой процент попродавали их людям. Дома уже все практически заселены полностью. Квартир свободных уже и нет. И люди охотно возвращаются в Мариуполь. Потому что подтягивается инфраструктура. Посмотрите, какие дома красивые здесь просто строятся. Дороги отремонтированы. Появляются тротуары. Обещают тут еще, как говорится, больше инфраструктуры. Посмотрите, какой красивый мурал появился на новом ЖК. Девушка в платье цвета триколора российского флага. И сам ЖК с таким вот красивым оформлением выглядит просто великолепно. У них своя парковка, свои спортивные зоны отдыха для его жителей. И как житель курортного города завидую. Потому что здесь небольшая этажность застройки. И инфраструктура больше, чем во многих жилых комплексах на 20 этажей сделана. Причем рядышком очень много широченных парковочных мест. Завидуем, завидуем, еще раз завидуем. Ну и все, что вокруг, постепенно приводится в порядок. Потому что Мариуполь действительно пострадал от боевых действий. Пострадал очень сильно. Те, кто полностью смотрит это видео, вы видели, как вначале мы проезжали частный сектор. Там, особенно в самом начале города, в тумане, там жесткие, конечно, последствия. А здесь уже вот вам и новые здания, и уже идет высадка деревьев. Все так же и продолжается строительство. Смотрите, опять какой с левой стороны большой комплекс уже полностью завершен. Осталось его только облицевать. И мы видим, как ребята денно и ночно этим занимаются. Уже натягивают сетку с клеем на утеплитель. Утеплитель делают не пенопластовый, а там уже была минимум вата. Здесь была ранняя заправка. Вот как раз-таки новые дома с еще ужасными постройками, как рядышком соседствуют. Здесь тоже побиты выстрелами здания, но его закрыли, чтобы оно не портило вид. Вот. Въезжаем в сам город. Уже слева, справа стороны у нас появляются дома, которые были побиты боями. Кто может посмотреть видео старое, которое я снимал, может увидеть, как они были уничтожены практически. Уже внешний контур этих домов сделан. На улицах новые установлены остановочные комплексы. Тут приложили асфальтовое покрытие, сделали разметку. Также можете с правой стороны увидеть комплекс, как тут все выглядело. Сейчас разбито еще у него кровля, висит местами. Продолжаем движение. Здесь уже видите торговый дом продают. Настрой материал. Вот так типично выглядели дома. Пожженный кирпич, но только еще и без стекол. Ну и вот здесь тоже показательно с дырками от снарядов. С левой стороны можете увидеть, как работает техника. И закрываются как раз такие моменты с разрушениями. Также новой фасадной штукатурочкой. Действительно, город приобретает новый, более свежий вид. Вот здесь разительное нам сходство, что с левой стороны уже восстановленный дом. А там побитый военной. И как они отличаются. Здесь, как только уже закончат восстанавливать внешний контур, сделают внутри, я думаю, во всех квартирах, уже ремонт, восстановительные работы. Вот, собственно, чем сейчас и занимаются люди. С левой стороны уже все это решено. Я вижу, что на балконах уже сушится белье. И люди там начинают проживать. И большое количество машин стоит на парковках. Так что, друзья, город Мариуполь уже восстал из пепла. Не восстает, а восстал. И все больше людей здесь проживают. Дай бог, чтобы так и было. Мне, по крайней мере, этого очень-очень сильно хочется. Также на остановке вы можете наблюдать очень много людей, детей. Там вообще парочка с шариками, сердечком. То есть, любовь и голуби. Рыночки на улицах. Новые магазины пооткрывались. Здесь старые реставрируются. Конечно, еще есть над чем работать. То есть, новые троллейбусы, говорят, из Питера приехали. Вот здесь дом отреставрирован. Первый этаж уже полностью открылась вся коммерция. То есть, все магазины работают. Не то, что там один магазин их дома-то, а уже все работает, ребят. А вот как выглядели дома. Видите, здесь и были разрушены перекрытия. Сейчас уже они залиты на балконах новые. Как только, когда все подсохнет, в нужные сроки отбудет. Я думаю, что в дальнейшем там уже будут так же делать и фасад новый. Ну вот, установленный дом. Смотрите, тоже Санкт-Петербург, Мариуполь. Какой красивый мурал на стене. И дома здесь уже, особенно первые, которые сегодня смотрят, отреставрированы полностью. Ну и как будто едем по новому, прекрасному городу. Если не обращать внимания, вот где еще не успели сделать. Кстати, у тебя полдома уже окрашено, а частично еще не успели доделать. Ну, можно сказать, посмотрите, тут не успели. А можно сказать, вот это да, с какой скоростью все-таки все здесь восстанавливается. Я уверен, что еще годик. И даже такие вот моменты перестанут встречаться. Что где-то что-то еще не доделано сделать и сделать даже больше. Потому что сейчас у нас сезон летний. Видите, ребята, уже вроде бы позднее время у нас уже после пяти часов вечера. Но работа продолжается. То есть идет она бешеными темпами, чтобы успеть закончить. Работают никаких системах. То есть подъема колясочки, чтобы это все тратить очень быстро. Труто, молодцы. Вот, видите, восстановление дома. Было, стало, но выископича подняли, чтобы на тех же самых листах появились новые дома. Продолжение вернуть, как говорится, квадратные метры. И тут это все готовится, наверное, к виду святого Валентина. Он сегодня всех поздравляет с праздничком. Девочих и мальчиков тот отмечает. Ну, а кто-то говорит, что праздник это не наш. А мы просто будем в день влюбленных мужчин и женщин. Для его, чтобы так всегда только и было. Никаких других исполнений. Ну, левая сторона. Очень, кстати, много разных муралов появляется. Очень красивых на домах. У меня, по крайней мере, встречаются все больше и больше. Сколько магазинчиков клевых, классных, отреставрированных, друзья. Город становится, наверное, одним из самых таких жемчужин среди городов, которые находятся на Азовском море. Тут постройки. Там же, видите, все сделано уже. А вот вам пример того, как это было раньше. То есть разбитая, распороченная. И вот как это выглядит сейчас. И снизу все работает. Конечно бы, бизнесу поработать над дизайн-кодом. Здесь вот небольшая площадь. И мы там ели столовая. Здесь заново с кирпича возводят новые практически здания разрушенные. Здесь перед, по-моему, зданием почты огородили. Уже сделали сквер. Потом прямо здесь уже сейчас гуляют люди. Здесь тоже новое здание с бетона появилось на месте того, которого нельзя было восстановить. В этот раз я вижу гораздо больше разных изменений, ребята. Это подземный пешеходный переход. Смотрите, какие здесь сделали навесы над ним. И уже возле него тоже выложили плиточку. А на углу тоже новое здание из бетона. На другом углу уже заканчиваются фасадные работы. Постепенно будут убирать леса. Здесь вы тоже, наверное, не узнаете те здания, которые были. Ну вот, посмотрите, как это выглядело после войны. Разрушено, разбито, никаких стекол, полностью уничтоженные части города. Вот такие были разбитые здания, которые вызывали только ужас. А сейчас, опять-таки, рабочие снизу, коммерция, и город преображается. Впереди театр, у которого тоже мало чего осталось. Но его огородили и показывают, каким он должен быть. Я уверен, что он вернется в первозданное. Выйди к нам. Восхищает. Посмотрите, сколько рабочих тоже. Здесь здание с красивыми колоннами. А вот здесь уже отреставрирована очень красивая архитектурная подсветка. На нем реализованы здания. Вот такое страшное оно было. Местами же здесь еще и сносились целые кварталы. И, конечно, город пытаются огоразживать и показывать, каким он будет в дальнейшем. Потому что все-таки от многих зданий не осталось ничего. Как вот с левой стороны здесь тоже позакрывали эти строения. Тут исторические здания. Я думаю, что очень хотят их вернуть на место. Здесь мы видим тоже идут уже работы. Я жалко не знаю названия всех зданий, которые мы вместе пролетаем по городу. Но рабочих везде. Практически на каждом доме, я думаю, что есть свои ответственные. Которые руководят восстановление. Да, еще даже месяц, и здесь эта улица преобразится. Впереди тоже здание разбитое. Жесть. Вот что такое война, ребят. Никогда не говорите, если бы на нас напали, то представляйте свой любимый город вот в таком виде разрушенном. И к нам бы там никто не пришел бы его восстанавливать. Все только своими силами. Дай бог, чтобы всегда был мир. Мы никогда с вами такого не видели. Тут частный сектор тоже очень сильно пострадавший. В начале видео, честно, вообще прям такое оказалось, что город и не испытывал военных действий. Вот здесь мы с вами проезжаем и видим, насколько это все страшно выглядит. Даже маленькие дома полностью раскороченные, разбитые выстрелами, гранатами, другими военными орудиями. Жуткая, конечно, картина. Хочется, чтобы это было в так страшном сне проснуться. И не вспоминается, сколько людей, представляете, еще здесь оставили своей жизнью. Так вот. Это все никак не очень ужасно. Кстати, здесь тоже у нас работает интернет. Вы слышите, как навигатор ведет с голосом. Получается, по всей трассе, от Гердянской, даже чуть туда дальше, где я проезжал, значит, уже в этом году наладили интернет-сообщения. МТС, ребята, ну, более-менее работают. Вот сейчас можно увидеть комплекс на Азовстале. Сегодня с утра мы проезжали. Там была туманная дымка. Вот сейчас он предстает прям во всей, так сказать, своей мощи и костях. Информацию, которую я получил, то, что вы пишете, комплекс этот восстанавливать не будут. Его снесут полностью. И на берегу Азовского моря, на месте Азовстали, появится парковая зона, полностью прогулочная зона. Ну, не знаю, насколько это правильно, потому что, когда ты смотришь на такой огромный завод, я таких и не видел-то никогда. Мне кажется, с чем-то таким-то сверхмощным и сильным Советский Союз строил, конечно, монументально. И, может быть, стоило его восстановить. Здесь вот старый мост. Мы уже двигаемся по новому мосту, который полностью в ближайшее время закончит реконструкцию. Последний шов тут остался реализовать. Причем, с той стороны работала, и все. Вот, вон советский последовательный водителей. Посмотрите, как страшно здесь. все смотрится. Четкая, да, картинка? Ну, такова реальность, такова. Азов-стали, ребята. Здесь битвы шли за каждое здание. Сейчас посещение у него закрыто, этого места. Но в дальнейшем, вот, если все это уберут и сделают, конечно, парковую зону, будет довольно-таки интересно посмотреть. Вот, в тумане тоже левую часть здания видели. Сейчас они выглядят вот так вот. Тут были самые ожесточенные бои, конечно, которые вы себе даже представить не сможете. В таком состоянии был практически весь город. Настолько ужасно это смотрелось. Вот вам один из примеров. Тоже дом полностью подсечен осколками. Там уже новые районы также возводятся. Здесь весь район уничтожен. То есть с левой стороны в таком состоянии и весь частный сектор. Вот именно эта часть частного сектора пострадала больше всего. Тут тоже поишли за каждый дом. Но, как я и говорил, вот здесь уже вместо углового дома новый фундамент заливают. Это тоже бывшая заправка. С левой и с правой стороны, как я сказал, здесь частный сектор. Находился тут кладбище. В кладбище тоже вижу много советских могил. Тут именно солдаты и бедные могилы разрушены. Выглядит очень страшно. Те, с кем воевали эти люди пришли и разрушили могилу. жесткая действительность. Посмотрите, как смотрится здесь частный сектор. Полностью все уничтожено, все разбито. Картинка очень жестокая. Даже знаешь, как это правильно прокомментировать. Представить себя на месте людей, которые видели свое домовладение в таком состоянии. тоже все посечено осколкное. Представьте, как сюда слетели мины. Все это здесь взрывалось. Здесь люди стояли нас перед друг другом. Как я говорил, здесь уже новое освещение, новые светофоры. Работают троллейбусы. Город очень-очень быстро приходит в себя. Для меня Мариуполь это такое место, которое, не знаю, мне открыло глаза на то, чтобы я не хотел, чтобы на нас кто-то нападал. И лучше всегда упреждать эти моменты не на своей территории. А вы уже можете считать, как считаете. Я с вами спорить в принципе не хочу. Мусорки новые стоят. газовая станция новая. Здесь завод тоже посеченный. А здесь мы не так сильно пострадали. Там, где пострадали, их уже восстанавливают, подстраивают и заборы, где это возможно. Установили тролли. Где нельзя. Там пока люди не живут, к сожалению, дорогие мои друзья. Идут новые коммуникации. чтобы уже потом коммунальное хозяйство работало еще долгие года без препятствий. Ну и новые дороги это тоже большой показатель того, насколько здесь становится более комфортно и хорошо. Вот вам строительная и восстановительная работа дома. Здесь сейчас можем наблюдать. Люди возвращаются в свои жилища и делают, чтобы все было хорошо. А также показательность сносит старые столбы тонны и устанавливают легкие металлические новые с освещением. Вот сюда свозят. Или тут было что-то построено, полностью разрушили, что восстанавливать невозможно. Вот еще одна заправочная станция с правой стороны тоже разрушена. А это хоть и разрушено, но работает. Кстати, в прошлый раз на ней заправлялись. Смотрите, разбитый дом, рядом с ним находится кран, то есть ведутся работы. И посмотрите, как выглядят. Я не знаю, мне кажется, это старые дома, их просто так красиво восстановили. Может быть, и уже построены новые, но слишком быстро. Жду ваши комментарии на этот частный сектор, тут тоже практически лег. Хотя некоторым домам повезло, их уже тоже облицевали и восстанавливают. Сколько кранов наценят на здании и сколько там людей работает. Отсюда видно, сколько домов уже восстановлено и сколько еще даже вот в левой части работать, работать и работать. Но вот еще максимум или этот город не узнаем. Будет город Сад. В прошлый раз один из комментаторов писал, что здесь скорее всего будут делать какой-то ЖД проездом, в общем, рельсы вкладывают. Мы все-таки склоняемся к тому, что это будет еще несколько полос дороги, чтобы увеличить транспортный поток именно в новые регионы Крым. Делают его от самого начала пропускного пронута и до по крайней мере в Мариуполе мы увидели. Там объездную конечно вокруг замутить, чтобы не ездить по городу. Было бы еще лучше. А может быть пока сделают и проезд по городу, чтобы показательно было изменение в этом городе. А вы напишите, что вы думаете все-таки что здесь будет хотя однозначно расширение дороги. И денно и ночно кстати работают здесь. Мы представляем одно из подразделений особого назначения Росгвардии. От лица нашего коллектива просим подписчиков телеграм-канала «Время помогать людям», а также блогерам Юрия Заровского и Аллу Фомкину и их подписчиков в оказании помощи приобретения автомобиля пикап любой марки для выполнения боевых задач. Вместе мы сила, победа будет за нами. Здравствуйте дорогие друзья, мы военнослужащие артиллерийского дивизиона полка 1251 обращаемся к вам с запорожского направления одного из самых горячих его точек. Здесь мы выполняем боевые задачи, поставленные перед нами Министерством обороны, прикрываем наших ребят, наши передовые подразделения огнем. Министерство обороны этих задач, но всегда есть к чему стремиться. По этой причине мы хотим обратиться с просьбой помочь нам приобретение УАЗа в буханке и дизельного электрогенератора. Все это нам необходимо для повышения мобильности нашего подразделения. Выполнение поставленных перед нами задач было более качественным для организации экстренной эвакуации, для подвоза продуктов питания, воды, ГСМ и всего того, что необходимо нам здесь на переднем крае. Заранее благодарим вас за помощь, которую вы нам оказываете. Надеемся на ваше понимание и, конечно же, победа будет за нами. Слава России! Дорогие мои, мы пробрались сквозь пункт пропуска уже с новых территорий на Ростовскую область. Заняло у нас примерно 20 минут времени. Что-то долго не было проверяющего на нашу машину. Мы даже немножечко подзамерзли. В основном все быстро, хорошо, то есть уже там настроено, работает без особых пробок. Еще бы нам не повезло, так говорится, попасть, что ли, на перерыв. Человек, который обслуживал. Теперь хочется поблагодарить людей, которые принимали участие в этом сборе, в том, что мы помогли в этот раз нашим дорогим солдатам. Мы благодарим анапский филиал МУПГУ, также гимназия Эврика, школа номер 5 Анапа, учеников казачьих классов, третья школа, поселка Витязева. Благодарим учащихся АИТА и также их руководителей. Спасибо вам за помощь постоянную. Пекарня на Астраханской Михаила Владимира, маленький ребенок, но настоящий мужчина. От души спасибо тебе. На постоянной основе нам помогает база Красная горка. Спасибо вам. школа номер 4, 6 класс, школа номер 6, 3 В класс. Спасибо большое дорогие наши. Мила Голову, Татьяну Петровну, спасибо. Агентство права, Леонида Демурчева, благодарим. Евгения Федоровича Янишогла, ребят с промышленной, тоже вам спасибо. ТСЖ Юг Монолит, Ракитину Брониславу Павловну и всему управлению ветеринарии Анапы, огромное спасибо. Валентерам время помогать людям, это само собой, спасибо вам, ребята. Согреем сердцем, тоже спасибо большое. Всех неравнодушных людей, кто откликнулся и помог нам сделать пыль наших солдат легче и приблизить нашу победу. От души спасибо вам всем. Двигаемся в сторону Ростова, прошли самый сложный маршрут, около часа ехать и очень сложно разъезжаться с тихоходами. Машины наши ребята куда-то тоже двигаются. и нам до дома остается где-то 450 километров. Время в пути будет 8 часов. Время прибытия домой 2 часа ночи. Надеюсь, что завтра смонтирую и выложу вам видеосюжет. Ребятки, вы его посмотрите. Ребятки,